Ну, первый вопрос. Как Вы оцените уходящий год? Был ли это год успеха для Вас или, наоборот, год сложности? В первую очередь хочу поблагодарить газету за то, что уделили внимание нашей компании Астон. Приехали к нам, то есть мы всегда рады помочь, всегда высказать свое мнение. Что касаемо Вашего заданного вопроса, то есть я для нашей компании, я не считаю годом высокостным, потому что в этом году наша компания нарастила очень сильно экспорт, если можно сказать, что практически в два раза. Если в прошлом году компания проэкспортировала за весь год, у нас год считается с 1 июля по 1 июля, мы проэкспортировали 3 миллиона 700 тонн пшеницы зерновых, то в этом году уже за первое полгодие, то есть с 1 июля по 31 декабря, я думаю, что порядка 4-4 200 будет наш экспорт. Поэтому в этом году мы как бы только прибавили, ну это сложилось как бы и конъюнктура рынка хорошая очень, и в принципе мы долго к этому шли, наращивали свои мощности, увеличивали рейдовую перевалку в Кавказе, под это строили флот, ну то есть к этому жизненному этапу мы шли, можно сказать, там все предыдущие годы, и порядка 5-6 лет готовились к этому. То есть для нас в целом, для компании этот год очень успешный. Ну это вы говорите о передвижении продукции зерновой внутри страны, а что касается экспорта, вот например, введение квоты, вам приходилось эту квоту получать? Нет, нам не приходилось, на следующий год будут изменены чуть-чуть условия квотирования, в прошлом году была выделена единая квота на всех экспортеров, соответственно, мы ее выбирали все совместно, но что такое квота в нашем понимании, мы опять-таки через зерновой союз, мы решаем постоянно в диалоге с минсельхозами, они нас слышат, точно так же, как и мы слышим, то есть есть, если мы берем, прежде всего для страны, и это внутреннее потребление, все, что свыше внутреннего потребления, все можно вывозить на экспорт, то есть, соответственно, мы посчитали, что мы можем сверх внутреннего потребления вывезти, и столько, количество, такой объем мы вывезли, что касаемо, да, квота закончилась, можно сказать, где-то в середине мая, но и уже и объемов лишних для экспорта зерновых внутри страны не осталось, как бы, и конъюнктура рынка так сложилась, что, в принципе, он сам собой остановился, и, ну, необходимости, как бы, в дополнительной квоте не было абсолютно, то есть, все экспортеры выполнили все свои обязательства, ни одна компания-экспортер нигде на внешнем рынке не дефлотнула, соответственно, мы выполнили все свои обязательства, как наша компания, так и наши, ну, как можно сказать, конкуренты, но в данном случае это партнеры, так как в любом случае мы выступаем, когда экспортируем продукцию из России, то есть, мы являемся одним единственным поставщиком, который, как бы, на всех тендерах, ну, как можно сказать, экспортирует продукцию Российской Федерации, мы выступаем здесь не как, допустим, Астон, РИФ, там, или МЗК, УЗК, как бы, мы являемся как российскими экспортерами, то есть, никаких проблем не было, то есть, ни у кого. Ну, вот они повлияли. Ну, забегая вперед, спрошу, а в следующем году, вот это исторический принцип, ну, вам, если вы в этом году наросили отправки, то, видимо, это будет на руку как раз. Ну, нам будет на руку, ну, опять-таки, мы исходили, почему этот размер квоты сейчас еще обсуждается, сначала он был 15 миллионов, сейчас 17,5 миллионов, то есть, Минсельхоз постоянно считает до последнего производства в Российской Федерации, опять-таки, он исходит на этом квотировании, то есть, мы прекрасно понимаем, что вот, что получилось в этом году, что, почему, опять-таки, мы увеличили объемы экспорта, потому что многие страны из-за панэндемии увеличили, государственные компании увеличили объемы своих закупок, соответственно, российская пшеница была очень востребованная, и никто не ожидал этого, в том числе и мы, допустим, если этот сезон начинался порядка с 200 долларов за тонну пшеницу ФОП Новороссийск, ФОП Кавказ, российская пшеница, то сейчас мы видим стоимость пшеницы, там, 250-255, чуть-чуть она опустилась, а цены доходили до 260. Прежде всего, это связано с увеличением закупок государственными компаниями в страхе того, что COVID-19 нужно будет кормить людей внутри страны, вот, соответственно, мы, опять-таки, посчитали вместе с Минсельхозом производство в этом году, посмотрели, какой объем пшеницы нужен на внутреннем рынке, и пришли к единому мнению, что такого объема достаточно, как бы, чтобы была безопасность, прежде всего, чтена нашей страны продовольственная, ну, а все остальное, излишек, был вывезен за границу. Но все-таки вопрос был про квоту. Вы считаете исторический принцип справедлив? Да, справедлив. Я считаю справедлив, конечно. Потому что, ну, опять-таки, любая компания прогнозирует свои объемы, продает свои объемы, то есть, соответственно, наращивает какие-то, вкладывает деньги в инфраструктуру, соответственно, если мы вложили, опять-таки, вложения наши в инфраструктуру, позволили нам сделать такой объем. Соответственно, наши мощности не должны простаивать, и, соответственно, они должны быть загружены. А в связи с тем, что страны активно закупали под конец 2020 года, можно ли сказать, что во второй половине сезона, то есть в начале 2021 года, спрос будет падать? Мы заметили, что по ценам, что уже, допустим, сейчас не такой активный спрос и цены на пшеницу снижаются, плюс еще укрепление рубля, соответственно, если там 2-3 недели назад пшеница стоила в портах до 18500 без НДС доходила цена, то сейчас уже 16500 без НДС на сегодняшний день, допустим, терминалы Астана в Ростове готовы платить за 12,5 протеин. Да, естественно, спрос снижается очень сильно, потому что, опять-таки, мы всем живем в реалиях рынка, в данной ситуации COVID-19 забрежили перспективу, что найдена вакцина, соответственно, какие-то рынки растут, мы берем, допустим, нефтяные, какие-то рынки падают. То есть уже, допустим, страны наши покупатели, импортеры, они не спешат заготавливать пшеницу вперед в проб, потому что, ну, видят, что эти риски потихонечку снижаются. Поэтому, да, я думаю, что давление январь, февраль, март однозначно будут на цены. Ну, тут единственное, другой фактор включается, что в этом году действительно, как бы, очень не лучше за последние 6-7 лет условия для наших озимых, поэтому они сейчас, как бы, таким под большим вопросом. Ну, надеюсь, что все исправится. Мы соберем на следующий год такой же большой урожай, но пока, как бы, вопросы есть. То есть вот эта ситуация может повлиять как-то на цену зерна, на цену российского зерна, но я думаю, что это ближе уже будет в февраль, март месяц даже, вот так я бы сказал, март-апрель. Когда мы поймем более-менее, что с нашими озимами, то есть как они перезимовали, будет большой, будут потери, либо эти потери не оправданы, ну, то есть эти прогнозы плохие не оправданы, и все с урожаем будет хорошо. Тогда может быть вторая волна. И еще снижение цен на пшеницу. А снижение даже? Да. Если наша зима будет хорошо перезимует, то, соответственно, я думаю, что возможно, что в марте, в конце марта-апреля мы увидим еще снижение цен на пшеницу. Экспортирует ли Астон масло-семена подсолнечника? Нет. Компания Астон, так как мы являемся переработчиками, мы никогда не экспортировали, и в этом году не экспортировали подсолнечник. Хотя в свое время как бы видели выгоду в этом, ну, прежде всего мы являемся на протяжении нескольких лет уже занимаем первое место по экспорту масла, то есть мы сами очень много производим, плюс покупаем его, экспортируем. Ну, и в любом случае, я считаю, что масло нам дает добавленную стоимость какую-то, и его выгоднее экспортировать масло, чем семена. Экспортировали продукцию семена, это те экспортеры, которые не имеют своих мощностей на переработку, ну, за ним бы зарабатывали свою какую-то маржу, и, ну, как бы тут их винить ни в чем нельзя. То есть это бизнес, как бы не более того. Вы испытываете проблемы с сырьем для переработки масла? Нет, в данном году мы в данной ситуации не испытываем проблем, то есть у нас достаточные запасы подсолнечника, то есть наши заводы работают на полную мощность, мы с сырьем обеспечены на многие месяцы вперед. Запасы откуда? С прошлого года? Нет, не с прошлого года, то есть в начале этого года мы выбрали, опять-таки, правильную стратегию и купили достаточные запасы, которые нам позволили бесперебойно работать, поставлять в сети, грузить на экспорт. В конце августа, да, получается? Ну, нет, мы не в конце августа, но мы какие-то объемы кредитовали, какие-то объемы покупали сразу в начале сезона, ну, и вот до сих пор сейчас чуть-чуть деловой активность свою снизили, ну, и, опять-таки, это связано с тем, что цены на масло пошли вниз, на шрот тоже пошли вниз, соответственно, плюс, опять-таки, укрепление рубля. Если мы покупали, допустим, вот я буквально вчера смотрел, курс доллара был в активный сезон 77-79, то сейчас он 73, это, естественно, очень сильно влияет на цены подсолнечника. Поверьте мне, у переработчиков от этого не стало больше краш-маржин, то есть мы в любом случае работаем на минимальной рентабельности в этом году. Ну, и тому, опять-таки, есть объяснение, что в этом году в России урожай минимум на 2 миллиона тонн меньше, чем в прошлом году. Ну, вы работаете активно с производителями, вы их кредитуете, вы скажете? Ну, мы, как вы, да, мы кому-то платим заранее за урожай, кто-то продает в сезонном, то есть у нас долгосрочные контракты и партнерские отношения с нашими крупнейшими ростовскими производителями. Зерна это Светлый, Уралдон, ну, то есть очень много компаний, с которыми мы работаем. То есть вот именно благодаря такому сотруднику? Да, да, да. Потому что это же большая проблема для переработчиков. Масло-жировой союз говорит, что там совсем все может отрасли, может остановиться. Ну, масло-жировой союз как, ну, почему, допустим, масло-жировой союз, в том числе и мы выступаем за пошлину подсолнечника. То есть, если взять, допустим, зерно, то мы всегда в первую очередь, как бы, заботимся, да, о безопасности страны. Все, что излишек, почему это квота, как бы, я считаю, с одной стороны для страны это правильно, то есть мы, допустим, ну, берем абстрактные цифры не к этому сезону. Есть у нас производство, там, пшеницы 120 миллионов, есть внутреннее потребление 80 миллионов. Все, что выше, первое полугодие нам Минсельхоз дает в свободном экспортировать. Во втором полугодии, чтобы не было перевывоза и чтобы, в первую очередь, не страдали мукомольное промышленное животноводство, нас регулируют объемом экспорта, но никак не ценами. Вот, соответственно, это правильное решение. Что касаемо маслопереработки, в России переработка гораздо выше, если взять все заводы всей России, то производительность этих заводов гораздо выше, чем мы выращиваем подсолнечника. Соответственно, все заводы испытывают той или иной степени дефицит сырья. Поэтому, как бы, Минсельхоз тут поддерживает, опять-таки, масло-жировой союз, потому что мы, в первую очередь, не обеспечиваем ту же безопасность внутри страны. То есть, у нас не хватает. Мы бы, если бы в этом году произвели бы 17 тысяч тонн, 17 миллионов тонн подсолнечника, мы бы наши мощности, Юга Руси, РФ, то есть, мы бы спокойно это все переработали, заработали какую-то добавленную стоимость, заплатили бы налоги дополнительные и проэкспортировали. А почему тогда в этом случае пошлина на экспорт подсолнечника лучше, чем, например, запрет на вывоз подсолнечника вообще? Но ведь у нас нет... У нас есть... Тут, я думаю, что какие-то политические моменты есть в ЭТО, из-за которого мы не можем, наверное, вообще просто запретить экспорт подсолнечника. Но пошлина, если все-таки в этом году будет, и она поднимется высоко, то она будет, как бы, ну, как можно сказать, заградительная. То есть, она будет невыгодна экспортерам экспортировать подсолнечник. Ваша позиция 30%, да? Наша, масса жирового союза 30%, да. А что с пошлиной на зерно? Вот недавно ассоциации несколько обратились к мицельхозу с просьбой поднять пошлину на зерно, тоже, правда, размер ее не называли. Как Вы считаете, здесь нужна пошлина или нет? Я считаю, что рынок сам себя отрегулирует, и пошлина не нужна, и опять-таки, как практика показывает, все выступали, что из-за того, что пшеница очень дорого стоит, там, 18500 без НДС, да, мы сейчас сами видим, без всякой пошлины, без всего, если нет рынка, цены и курс укрепляется, цена уже упустилась на 2 рубля абсолютно. И плюс, я еще раз повторю, то есть мы не вывозим лишнюю пшеницу, то есть у нас четко, мы все, как бы, социальные люди, как бы, прекрасно понимаем, что есть общий сбор зерна, есть внутренняя переработка, и нам мицельхоз, и мы не вывезем больше того объема, который поставит под угрозу, там, остановку заводов мукомольных или внутренний рынок по производству мяса, ну, то есть я думаю, что всем зерна в этом году хватит. Вы понимаете, если вводить пошлину, то в первую очередь это ударит, опять-таки, по товаросельхозпроизводителям, а как считают мицельхозы, мы его полностью поддерживаем, что МСХ, Министерство сельского хозяйства, это в первую очередь, это производитель, то есть мы всецело должны поддерживать наших производителей, потому что как-то либо не было, что каждый год идет рост солярки, поднимаются удобрения, и в этом году один из немногих, ну, может быть, не один из немногих, наверное, последние 2-3 года девальвация рубля как бы помогла нашим товаросельхозпроизводителям, как-то чуть-чуть они крепче стали на ноги, вот, у них поднялась рентабельность, мы это тоже видим, потому что мы, я могу сказать, что, наверное, единственный агрохотинг в России, который имеет и переработку, и производство конечных продуктов, и производство пшеницы, выращиваем подсолнечники, имеем свою логистику, то есть мы, в принципе, если взять, мы можем, имеем свой транспорт, можем свою продукцию довести до конечного производителя, как в масле, так и в зерне, в сив с доставкой. Расширили организмы, да, в этом году? Да, ну, скорее всего, да, расширили, ну, что можно сказать, что в этом году традиционные страны, это Египет, Турция, Бангладеш, Турция очень в этом году много купила, ну, и добавились такие страны Африки, как Нигерия, Мозамбик, то есть туда тоже была наша продукция поставлена. А они что покупают, зерно или масло? Нет, пшеницу, пшеницу, да. Масло тоже в этом году претерпело изменения, очень много в этом году были, как так же и традиционные, но увеличилась в нашем доле портфеля масло продажи, это Египет, Китай в первую очередь и Индия. Вот основные покупатели поменялись? Да, ну, в большей степени это очень много стал нас покупать, наше масло, это Китай и Индия. В прошлом году продажи туда были минимальные, в этом году мы увеличили. Турция обнулила пошлину, ну, не обнулила, но очень сильно сократила пошлину на ввоз масла. Вы ожидаете роста поставок? Ну, пока, вы знаете, как бы они не сильно спешат, и мы не такими большими объемами в Турцию продаем. Ну, как бы, опять-таки, ну, остались в первую очередь, сейчас у нас еще раз повторюсь, это Египет, Китай, Индия. В этом году был подписан меморандум о перегрузе. Похоже, закрыли проблему это наконец-то. На вашей работе это как-то сказалось? Да, конечно. Подорожала ли логистика? И чувствуете ли вы интерес со стороны проверяющих органов? Ну, во-первых, как бы, наша компания, в том числе, подписали хартию о добросовестных перевозках, мы тоже, как бы, что для нашей компании. Да, естественно, наши терминалы снизили приемку в количественном соотношении. То есть, любой терминал наш, допустим, пропускная способность на данный момент, она не увеличилась. Как было 400 машин, допустим, наш терминал принимал, так он и принимает 400 машин. Но приемка товара, соответственно, в тонаже уменьшилась. Но я считаю, что это временные трудности. Соответственно, мы к этому, когда делали это все целенаправленно, обдуманно это все, то есть мы увеличиваем точки приема, увеличиваем строительство портов, как бы, мест отгрузок по устьевым портам. Соответственно, как бы, ну, как вы увидели, что от того, что перегруз закрыли, наша компания даже наоборот нарастила объемы и в разы. Поэтому это не сильно повлияло на оборот наших грузов. Соответственно, я полностью поддерживаю нашу компанию. То есть, ну, опять-таки, наши дороги стали лучше. Мы имеем свой автопарк, порядка 300 КАМАЗов. Наши машины, опять-таки, стали более конкурентны в данной ситуации. То есть мы уже на протяжении, ну, не то что, на протяжении, наверное, основания Астана наша компания никогда не возила с перегрузом. Вот, соответственно, цены на перевозку, да, они где-то подорожали, но незначительно. То есть экономия на этом, на самом деле, большая. Начиная, как бы, от дорог, это первый плюс, самый большой. И со второй, когда машина везет 50 тонн или она везет 25 тонн, соответственно, нагрузки на оси и на машина, как бы, будут ходить дольше на двигатель. То есть это, как бы, все плюсы, как бы, однозначны. Но все-таки, вы сказали, незначительно подорожало. Но на сколько, можете сказать? Ну, я вам могу сказать, что процентов, может быть, на 10, на 15. А, даже так. Да, то есть это не в разы какие-то, нет. Понятно. В этом году у вас 4 новых сухогруза вышли на воду. Почему именно в этом году? Ну, во-первых, опять-таки, это, скорее всего, совпадение, да. Но мы к этому, как я уже сказал в начале нашей беседы, мы шли очень давно. То есть эти корабли были заложены уже очень, первые были два года назад. Соответственно, сейчас еще два теплохода у нас строятся, тоже в Китае. Вот, соответственно, ну, опять-таки, что послужило? Мы увеличили свою рейдовую перевалку на Кавказе. У нас 5 теплоходов стоит. Соответственно, нам нужен свой флот, чтобы не зависеть от сторонних перевозчиков. И, соответственно, есть такая проблема у нас, по крайней мере, по Дону, по Волге. Это обмеление, как бы, нашей реки. И, соответственно, тот класс судов, который был построен, там, 30-40 лет назад, они достаточно устарели. И наши суда, которые мы построили, они нового типа. Соответственно, мы с китайскими производителями очень долго согласовывали дедвейд этих теплоходов. То есть у них низкая очень осадка, поэтому, ну, вот... То есть они как раз рассчитаны? Как раз рассчитаны, да. Да, то есть мы уже строили свой свод из расчета того, что, как бы, пока, к сожалению, с каждым годом проходные осадки в Дону все меньше и меньше становятся. Поэтому наш флот, как никогда, кстати, мы, я думаю, что на этом не остановимся, будем увеличивать количество именно флот этого произведенного в Китае. Сколько сейчас у вас? Сейчас 4, 2 в строительстве, да. Но я думаю, что будем постепенно идти. Это все суда предназначены для рейдовой перевозки? Ну, они могут ходить и не обязательно на рейдовую, они могут и в Турцию ходить, и в Европу ходить. Но в данной ситуации, как бы, они, да, обслуживают нашу рейдовую перевалку. Больше продукции отправляете через рейдовую перевалку или через новороссийскую? Нет, мы практически, ну, не практически, а в этом году мы 100% отправили через рейдовую перевалку. Ну, может быть, там 95%, 5% напрямую в Турцию теплоходами. Вот. Нет, мы в последние два года с Новороссийском не работаем. У вас был какой-то конфликт с земным терминалом? Нет, нет, нет. Это, опять-таки, ни в коем случае, никакого конфликта нет. Мы буквально сегодня в диалоге общаемся с НКХП, с НЗТ, с КСК абсолютно. То есть, нам, нас рады видеть на всех этих терминалах, то есть, нет никакого конфликта. Просто мы для себя, наша стратегия компании, в последние два года, мы загружаем в первую очередь свои активы. Во-первых, как бы, мы все-таки ростовская компания. Соответственно, на Дону флот строим, соответственно, у нас очень много терминалов по Дону, ну, нам интереснее здесь работать. А Новороссийск будет, будут какие-то выгодные предложения, если я смогу, ну, у меня нет, допустим, такой необходимости сейчас работать в Новороссийске. То есть, я из-за того, что увеличил свои объемы на рейдико, достаточно этих объемов. Конфликта нет, еще раз повторюсь, никакого нет абсолютно. Это все, что там в СМИ, еще где-то, как бы, что мы там конкуренты. Мы, опять-таки, зерновой союз состали, куда входят и Мирогрупп, и УЗК, и РИФ, и Астон. То есть, при том, что два крупных игрока, это РИФ и Астон, являются собственниками рейдовой перевалки. УЗК и Мирогрупп имеют терминал в Новороссийске. Но я считаю, что мы друг другу не мешаем. Все, как бы, зависит от команд, от работы, от управления, но не более того, как бы, я считаю. Расскажите, пожалуйста, про льняной завод. Что сейчас вы себе представляете? Льняной завод в данной, на данном этапе, как бы, мы подписали соглашение. Вот, строительство еще нового завода мы не начали, но уже на протяжении двух лет мы взяли в аренду завод в Азове. Соответственно, там перерабатываем лен, перерабатываем в масло, его прекрасно экспортируем. Где-то что-то какие-то разливаем на внутренний рынок. Ну, то есть, все в процессе. Ну, у нас есть, как бы, такая еще, кое-какие моменты внутри компании. Я думаю, что в ближайший, там, год мы уже начнем строительство нового завода льняного. Я задам глупый вопрос, извините. Переработка льна от переработки подсолнечника сильно отличается? То есть, этот завод будет только под лен или можно будет еще какие-то маслищины? Ну, я думаю, что у нас хватает достаточно переработки подсолнечника. Наша стратегия компании, что этот завод будет все-таки под переработку льна. Естественно, его мощности будет достаточно высокий. И я считаю, что в Ростовской области недостаточно производства льна. Мы сейчас проводим беседу с нашими крупными товаросельхозпроизводителями, чтобы они больше сеяли льна. В этом году цена на лен была прекрасная. То есть, она в моменте доходила до 40 рублей без НДС в конце сезона. Поэтому, если в прошлом году она была там 18, 17, 13. Вот, я считаю, что это культура, которая выгодна, ее стоит сажать. И она не такая прихотливая, как подсолнечник. Поэтому многие задумываются об этом. В ходе того, что мы готовы, наверное, там раздавать какие-то семена. Ну, я думаю, что у нас более будет ясна эта программа тогда, когда мы уже будем понимать сроки сдачи нового завода, когда нам нужен объем льна большой. Соответственно, будем уже работать в этом направлении. Но это достаточно перспективное направление. А старый завод перерабатывает продукцию откуда? Только из России или приходится импортировать? Нет, мы не импортируем полностью вся продукция. Ну, завод как раз-таки полностью работает. Мы еще параллельно экспортировали лен в этом году. У нас практически... Семенами? Да, у нас практически этот завод работает на сырье с Ростовской области. То есть, ну, мощность у него не такая большая, порядка 120 тонн. Вот, поэтому нам в Ростовской области хватает для того, чтобы этот завод работал. А все излишки, которые мы покупаем в других областях, в этом году в Самаре покупали, мы экспортировали. Соответственно, как переработчик мы понимаем, что это такое. То есть, выгоднее переработать все-таки это в масло и проэкспортировать в масло. Это однозначно. Так как мы и почему мы не экспортируем подсолнечник. Соответственно, нам выгодно переработать через завод и отправить на экспорт уже готовую продукцию. Ну, плюс это опять-таки мы крупнейшая компания в Ростовской области. То есть, это опять-таки рабочие места, зарплаты, то есть, налоги. Да. Да. Так, значит, переработать в перспективе выращивать надо. Конечно. Вот. Ну, подсолнечник, как показывает практика, однозначно. Подсолнечник необходимо выращивать. И, как показала практика прошлого года, этого года, цены на подсолнечник шикарные. Я считаю, что в этом году, опять-таки, по Южному федеральному округу не очень благоприятно сложилась погода. И урожай подсолнечника в этом году ниже, чем в прошлом году. Ну, а в любом случае, я думаю, что крестьяне в этом году компенсировали ценой все свои потери, которые они добрали в урожайности. По пшенице, что можно сказать за последние, опять-таки, ну, мы опять разговариваем с нашими товарослихозпроизводителями и объясняем им, что, ну, вот если взять, там, 5-6-7 лет назад, то очень было, там, в Турцию можно было экспортировать, в Европу 15,3 протеин, там, 14,5 протеин. В этом году, я хочу сказать, что наша компания ни одного теплохода, даже маленького, трех-пятитысячника, не отправила с высоким протеином. Основное потребление – это 11,5-12,5 протеин. Почему? Ну, потому что страны, да, потому что это товар очень, ну, опять-таки, если посмотреть наши прайсы, которые мы выставляем на нашем официальном сайте, у нас тройка от четверки отличается в 100-200 рублей. То есть, наши покупатели, да, покупателям, ну, на самом деле, мы же не скрываем, что страны наши импортеры, которые покупают российскую пшеницу, но они не настолько, как бы, богатые, и поэтому, чем дешевле стоит пшеница, тем лучше. То есть, сегодня, в этом году 11,5-12,5 и 13,5 практически все по одной цене. Если посмотреть предыдущий тендер, который там прошел неделю назад на Турцию, мы продали 12,5 протеин и 13,5 протеин. Разница в цене между 12,5 и 13,5 протеин был всего 3 доллара, это 200 рублей. И то, как бы, мы били за этот вот, чтобы выиграть. Ну, то есть, к сожалению, к сожалению, что, да, у нас, как раз-таки, наши крупные колхозы, Кировский конный завод, там, Целина, ну, то есть, они практически с года в год выращивают очень высококачественную, хорошую продукцию, с высокой натурой, с хорошим протеином. Но, к сожалению, страны, которые покупают российскую пшеницу, с каждым годом все беднее и беднее, и им не нужна высокая лепешка, им все равно... ...за качества, нет, ну, как, вы знаете, как бы, ну, вот, как компания, так и, наверное, товаросельхозпроизводители, либо делать хорошо, либо не делать никак. Поэтому убедить наших товаросельхозпроизводителей выращивать хуже протеин, ну, это очень сложно. То есть, либо они будут заниматься земледелием правильно и выращивать хорошую продукцию, ну, как бы, я не поверю, что мы их переубедим, или они станут, там, выращивать хуже продукцию. То есть, теперь надо просто смириться? Просто надо смириться. Я считаю, да, как вот, просто пшеница, вот, хорошая пшеница и все, то есть... Понятно. Значит, пшеница, подсолнечник, может, какие-то еще не живые культуры, ну, кроме линаковой? Нет, ну, горох выращивают в этом году, горох очень в хорошую цену. Кукуруза, как бы, нет, мы не экспортировали горох в этом году, но, опять-таки, из-за того, что у нас увеличился объем рейдовой перевалки, то есть нам не совсем выгодно наши терминалы замещать, ну, допустим, если взять неделю, мы можем там отправить 150 тысяч тонн пшеницы с терминалой, а если это будет еще, мы добавим горох, то это уменьшит нашу мощность экспорта пшеницы, соответственно, ну, не совсем. Но пшеница у моржа все-таки выше? Да я не могу сказать нет. Наоборот, на нишевых культурах, горохом, такими, экспортом такой продукции занимаются как раз-таки более мелкие экспортеры, которые занимают свою нишу, и у них это достаточно успешно получается, точно так же, кто-то экспортировал подсолнечник, они снимали свою моржу с этого. Я считаю, что моржи как таковое сейчас в трейде очень сложно добиться, и почему уходят более мелкие компании? Потому что все работают практически на инфраструктуре. Да, естественно, мы стремимся зарабатывать в трейде, но оно не всегда получается. Поэтому сказать, что пшеница более маржинальна, ну, нет, ну, это все, как бы, может быть, ежеминутно, там, ежесекундно на какой-то там теплоходе, но я не могу сказать. Можно и на льне заработать 100 долларов, а можно 20 долларов. То есть это все зависит от рынка и от многих факторов. Так, какой-то прогноз еще на 2021 год, что будет? Можете дать? Коротко. Скорее всего, снижение спроса мирового на пшеницу. Ну, в данной ситуации, пока мы видим, в данной ситуации на январь, февраль, март компания видит это снижение спроса на пшеницу, естественно, мы видим. Снижение котировок уже там с 255 уже до 248 долларов упали цены. Соответственно, еще помогает снижению цены это укрепление рубля. Вот, как я уже сказал, что мы с 18 рублей упали до 16,500 без НДС на терминалах. Естественно, в любом случае, как хочешь, не хочешь, что мы все-таки... зима пришла. Вот, в данной ситуации сегодня мы видим, что Дон выдвало, поэтому это снижает как бы объемы экспорта. Мы не можем, как бы, у нас сейчас судоходство закрыто полностью из-за погодных условий. Вот, что касается масла, что касается подсолнечника, опять-таки на эти факторы то же самое влияет. Это снижение цен на масло сегодня, на шрот, соответственно, укрепление, то же самое укрепление рубля. Вот, пока сейчас идет просадка под цен на подсолнечник. Но, в любом случае, я считаю, по семечке, ну, пристянам не очень сильно стоит опасаться снижения цен, потому что, ну, урожай в этом году меньше, и не только в Российской Федерации, но урожай меньше и на Украине гораздо, и в Европе. Поэтому, я думаю, рано или поздно ситуация с подсолнечником может поменяться. По пшенице пока рано судить, как я уже сказал, что нужно будет посмотреть, что будет с нашими поселами. Ну, в принципе, у меня вопрос закончился. Вы что-то хотите еще добавить от себя? Нет. Хочу пожелать всем хорошего Нового года, успехов, как товаросельхозпроизводителям, так и компаниям-экспортерам. Вот, что все-таки те опасения, которые с плохой погодой связаны с поселами, чтобы они ни в коем случае не оправдались. И мы увидели в следующем году не более, более, больше урожая, чем в этом году, чтобы мы собрали не 127 миллионов тонн, а все 140 миллионов, и все мы к этому стремимся. Соответственно, чем больше урожая, тем больше объемы наших экспортных компаний, тем больше наше вложение в инфраструктуру. Вот. Всем хорошего Нового года. И главное сейчас в этой жизни – это не болеть. Всем здоровья и прекрасного Нового года. Спасибо, что делили время. Спасибо.